Хроники ведутся очень давно. Более пяти тысяч лет назад древние египтяне клинописью рассказывали будущим потомкам о своей жизни. Однако самыми подробными страницами мировой истории всегда являлись войны. Мы не раз вместе с вами оказывались по разные стороны баррикад. И сейчас мы отправимся на поле боя, чтобы увидеть, как воевал легендарный советский танк Т-34. Т-34 — танк для боя на средних и ближних дистанциях. Благодаря хорошим ходовым качествам эффективен в маневренном бою. Удары по флангам, занятие ключевых точек и прорыв к артиллерии. Однако следует избегать скопления противников из-за малого запаса прочности и тонкой брони. А совершить маленькое путешествие в прошлое нам помогла игра World of Tanks. Настоящая классика, прошедшая проверку временем. Глубокая прокачка бронетехники позволит любому игроку подстроить стиль боя под себя. А множество карт никогда не заставят скучать. Разрушенные войной города, жаркие пустыни и целые заснеженные равнины. Игра абсолютно бесплатна и пойдет даже на слабых ПК, благодаря хорошей оптимизации. Регистрируйтесь по ссылке и к 23 февраля получите набор настоящего танкиста. 7 дней премиума, премиум танк Т2ЛТ и 400 тысяч кредитов. Готовы попробовать свои силы на полях сражений? Тогда ныряйте по ссылке в описании и вперед в атаку! Несмотря на то, что в древности на планете существовали десятки государственных образований, древний Египет считается главным. Неудивительно, учитывая количество чудес света и воистину могучие достижения египтян, некоторым из которых больше 9 тысяч лет. Недавно мы решили начать новую рубрику и сейчас попытаемся уместить всю историю Египта в 10 минут. Задачка не из легких и нам нужна ваша помощь. Расскажите, пожалуйста, в комментариях, интересно ли вам подобная рубрика, есть ли у вас замечания или предложения по странам, которые выпустить следующими. Ну а мы пока начнем. И отойдем от учебников истории. Они делят историю Египта на десятки периодов, сыпят распыляющими внимание датами и акцентируют не особо интересные в контексте истории события. Мы разделим наш ролик, а следовательно и историю Египта на три части. Древнюю, греко-римскую и арабскую, которая длится и по сей день. Детали и подробности это, конечно, здорово, но мы поставим задачу ознакомить вас с действительно главными вещами в жизни страны. А подробности и интересные детали каждого этапа соберем в описании. Ну а начнем с небольшого вступления и отправимся не на тысячи, а на десятки тысяч лет назад. А Африка тогда была другой. Как мы рассказывали в ролике о Пятикантропе, когда-то здесь царили тропические леса, где родилась человеческая цивилизация. Позже в Африке в целом и в Египте в частности стало суше, и территория превратилась в саванну. Следов обитания древнейших людей в стране немного, и ученые предполагают, что Homo sapiens появились на этих территориях, так как Египет представлял из себя идеальную площадку для миграции из Восточной Африки в Азию. Они были чернокожими, однако где-то 10 тысяч лет назад их вытеснил семитский народ, над происхождением которого ученые бьются до сих пор. А обосновались работяги в Египте из-за невероятного плодородия реки Нил. Собственно, древние люди и называли Египет даром Нила. Дело в том, что десятки тысяч лет назад на территории современного Северного Египта располагалась бухта Средиземного моря. Позже она стала сушей и одновременно местом, которое затапливал Нил, выходя из берегов. Многочисленные дожди вызывали безумные наводнения, которые и были даром богов. Ведь Ил делал почву плодородной, а водичка помогала выращивать на ней что угодно. Когда Нил возвращался в берега, древние египтяне выбегали в его долину, засеивали ее и собирали урожай. А затем кушали его, пока палящее солнце выжигало почву, делая ее непригодной для земледелия. Но только до следующего выхода Нила из берегов, после чего ситуация повторялась. Собственно, именно поэтому одно за другим в долине Нила появлялись поселения. Где-то 6-7 тысяч лет назад мини-государств в долине было около 40. И все они сталкивались с одной проблемой – нехваткой рабочих рук. Людей становилось больше, и чтобы продолжать кормиться с Нила, требовалось что-то придумывать. Поэтому мини-государства объединялись, строили плотины, каналы, водохранилища и прочие сельскохозяйственные сооружения. Чтобы с одной стороны удержать водичку, разлитого Нила, подольше, а с другой – засеять и заселить побольше территорий. В 4-м тысячелетии до н.э. процесс привел к образованию двух гига-государств – Верхнего и Нижнего Нила. Некоторое время они противостояли друг другу, но в итоге Верхний Нил победил. Его фараон Намер и последователь Менес родили то, что историки называют «династическим периодом». Это тот древний Египет, который в общих чертах всем знаком – с фараонами, пирамидами и условным делением на раннее, древнее, среднее и другие царства. Деление – это условное, поэтому особо останавливаться мы на нем не будем. Да и жизнь фараонов и строителей пирамид мы уже разбирали в отдельных роликах. Сейчас сосредоточимся на главном. В период династии фараонов Египет становился настоящим государством. Границы наконец отодвинулись от Нила, пусть и не особо существенно, появилась армия, которая успешно обороняла Египет от кочевников Аравии, Эфиопии и других стран. Но самое главное – в этот период египтяне сооружали воистину могучие сооружения. И речь не только о пирамидах, хоть они и хороши. В период Древнего Царства, то есть где-то с 2700 по 2100 года до н.э., египтяне освоили геометрию, составили солнечный календарь и даже изучали звезды. Великие пирамиды – следствие этих научных побед. Но их строительство было бы невозможно без умения обработки камня и сельскохозяйственных достижений. Системы каналов, которые строили древние египтяне, не особо проигрывают в эффективности современной. А параллельно ребята научились печь хлеб, готовить пиво и полностью освоили письменность. И даже построили Суэцкий канал, соединивший Средиземное и Красное моря. Правда, климат становился хуже, а чиновники – жаднее. Это привело к паре столетий гражданских войн, которые на какое-то время вернули Египет в старое, раздолбленное состояние. Среднее царство не отставало. Его границами считают где-то 2100-1750 года до н.э. Внутренние разборки продолжились, но кое-чего Египет достиг. Ребята освоили изделия из бронзы, начали открывать школы и внедрили использование папируса. А еще освоили создание водохранилищ. Фараоны 12-й династии оживили пересохшее Меридово озеро, превратив его в искусственный резервуар воды. А Мен-Эмхет III путем сложнейшей системы каналов, шлюзов и плотин дал Египту то, в чем он нуждался тысячи лет. Искусственное озеро мало того, что хранило воду разливов Нила, так еще и позволяло поднять уровень самой реки, благодаря инженерным достижениям. Только вдумайтесь, 4000 лет назад египтяне спокойно открывали краник и орошали необходимые земли. Мощности озера хватало на целых 100 дней. Тут же фараон выстроил себе пирамиду и лабиринты, которые древние греки считали чудесами света. К сожалению, период закончился тем, что почти всю дельту Нила захватили азиатские кочевники. Лишь спустя пару сотен лет началась история нового царства. Где-то с 1500 по 1000 года до нашей эры Египет восстал из пепла. В этот период территория достигла пика. Ребята научились строить колодцы и освоили колесницы. Египтяне давали прикурить персам и всем вокруг. Именно в эту эпоху жили знаменитые Рамзес II и Нефертити. Возводились храмы, совершенствовалась письменность, а обучению детей уделяли огромное внимание. Правда, возведение храмов и убило государство. Жрецы бога Омона на 400 лет погрузили Египет в хаос. Фараоны менялись как перчатки, иногда одновременно правило по пять штук, а церковь чуть не убила государство. А тут еще к дискотеке подключились обиженные персы, которые фактически покорили Египет. Лишь к 600 году до нашей эры с помощью наемного греческого войска фараону Псам Метиху удалось пошатнуть устоявшийся порядок вещей. Но все равно, к 525 году до нашей эры Египет стал полноценной колонией Персии. Это важная дата, ибо с этого момента древний Египет де-факто перестал существовать. Больше никогда он не был независим. Однако могуч был, ведь Сашок Македонский в 332 году до нашей эры отбил Египет у всех, присоединив его к своей империи. Чудеса света возводились одно за другим. Великий маяк, Александрийская библиотека и целый город Александрия снова сделали Египет крупным игроком международной арены, а также главным поставщиком хлебушка и фактически планетарной столицей науки. Правда, говорить и писать стали на греческом. Традиционная письменность потихоньку отмирала. Последнего фараона греческой династии Птолемеев вы прекрасно знаете. Это Клеопатра, которая в итоге женилась на Юлии Цезаре и в 30-м году до нашей эры сделала Египет частью Римской империи. Этот период продлится до 642 года с поправкой на то, что помимо Рима страна успела побывать частью Византии. Ничем примечательным период не запомнился. Египет застрял в развитии и из центра планеты превратился в поставщика еды. Александрийскую библиотеку потихоньку разграбляли, а позже списали ее уничтожение на плохих арабов, которые приняли эстафету у римлян и с 640 года принесли в Египет ислам. И ассимилировали страну гораздо быстрее греков, параллельно засыпав Суэцкий канал и поработав над деградацией науки. За какую-то пару сотен лет вся страна заговорила на арабском и даже внешне стала чисто арабской. Спойлер, таким Египет остается и по сей день. В 870 году страна выйдет из состава арабского халифата и почти 700 лет на бумаге будет почти независимой. Самым примечательным деятелем здесь является Саладин, который воевал с крестоносцами и неприлично увеличил территорию Арабского Союза. К сожалению, кроме военных, достижений особо-то и не было. Анализируя климат, ученые приходят к выводу, что египтяне этой эпохи не использовали плодородность почвы, и страна была скорее недонаселенной, чем перенаселенной. Правда, стоит отметить важное исключение – Ахмеда ибн Тулуна, во время правления которого египтяне освоили текстиль и развивались экономически. Также в 972 году был построен Ал-Асхар – древнейший из ныне действующих университетов мира. Ну а в 1517 году Египет стал частью Османской империи и превратился в типичную колонию. Ситуация похожа на Рим, только теперь страна кормила турков и выполняла все их указы. Из интересного стоит отметить лишь не особо удачный поход Наполеона в Египет до строительства Суэцкого канала, соединившего Средиземное и Красные моря. О таком канале мечтали еще фараоны, однако в итоге в 1869-м достроили его французы с британцами, а позже и вовсе забрали права на всю прибыль у египтян. Спойлер – по итогам многочисленных восстаний Египет заберет собственность над каналом себе. И на секундочку, прямо сейчас доход от канала находится на втором месте в стране, сразу после туризма. Где-то в то же время Египет попал под зоркий глаз Британской империи, фактически потеряв независимость. В Первой мировой правитель Египта попробовал принять сторону Германии, но был мгновенно свергнут. А страна фактически стала колонией Британии. В честь и египтян с этой участью они боролись. Настолько активно, что спустя всего несколько десятилетий, в 1936-м, англичане даровали Египту полную независимость. Правда, страна продолжала метаться. Во Второй мировой существовала группировка, которая хотела поддержать Германию. И точно так же ее шустро приструнили. На бумаге Египет сохранял нейтралитет и объявил войну странам оси лишь в 1945-м. Но фактически британцы использовали страну как перевалочный пункт своих войск и авиабазу. Во многом пляски под британскую дудку и привели к революции 1952-го года. А еще к бедности, коррупции и усталости от султанов. Одним за другим тянущих страну в пропасть. В итоге образовался Египет в плюс-минус современном мире. У страны есть президент, действительно независимая политика и интересы. Главный мы уже упоминали – Суэцкий канал. Из-за его национализации в 1952-м началась война Египта с Британией, Францией и Израилем. Нетрудно догадаться, что шансов у бедняк не было. Но помощь пришла откуда не ждали. С одной стороны США давили на союзников, не желая, чтобы войны велись без их разрешения. А с другой СССР увидел в Египте отличного союзника. Хрущев даже угрожал Англии и Франции термоядерными ударами по столицам. Под давлением двух супердержав и ООН война остановилась. Но прохладные отношения и обиду на противников Египет держит до сих пор. Но это уже история для политологов. А мы свою часть сделали. Надеемся, вам понравился наш пересказ истории Египта. Если это так, мы будем рады увидеть ваш лайк и комментарии с мыслями о подобной рубрике. До новых встреч, друзья!